Здравствуйте. Что есть? Я сейчас читал санкет. Толстый, у вас есть санкет. Да? Да. Как читаешь? Толстый, у вас есть санкет. Да, да, да. Санкет. На сколько есть страхов? Не, не на страхах. Мне это не верно. Ваши не струнницы. Это не струнница, это супруга моя. Не верно так, да? Все как положено. Как у вас страхи. Мы пошли и покупали. Для меня все просто. Мы сюда зашли, если что-то есть, мы покупаем. Когда мне говорят, если у вас страхи, я не буду. У меня все просто сказал. Все. А какие страхи? Вы с этого страха не решили что-то. Очень правильно я предлагаю. Нет, избавиться от страха. Хотите? А какие страхи? Что у вас есть вообще-то? Жена такого человека говорит, дед тоже страхом не имеет. Она бесстрашна. Я их совсем. Кто восстанчик? Кто это в Москве у вас? Прекратить немедленно. Я сейчас всё прошу. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте. Говорите. Говорите. Пожалуйста, пожалуйста. Да. 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 Немножко. Рассказывайте, что у вас есть. Чётко, по порядку расскажите. Долгая продавщица тоже. Чётко рассказывайте, по порядку. Смотрите, у нас есть исправление стартов, значит техника. Не нуждаемся. У нас широкие модели, которые могли бы помочь улучшить качество жизни. Может быть, даже поднять девушке настроение, в чём-то поможет. Как мы говорили с девушкой, я уже говорил, у нее хорошее настроение. У нас есть такая техника продажи, которая можно приобрести в сутки. Использовать? Долгая жизнь. Дернала. У вас пойдет жить. Третья? Зачем? Спалитесь. Нет, когда я маме отдала? Одна в раке. Вот ту маме отдала? Да. Как? Как это работает? Тут или мимо такой детки может. Слышите, у вас дома хорошо вообще имеется? Вы находите общие темы? Супругые? Всегда. Да. Да? Да. Наша семья. Дружная общая. Да, мы семья общая. Слышали? У нас есть такое впечатление, что... Детки растут. Слушайте, Василька разошла, раздается дома. Люблю детей. Только я люблю детей послушные. У нас есть хорошая детка, понимаете? Да чего? Для послушания. Не надо. Отставить, отставить. Ну так, вам же нужны хорошие послушные дети. Мне нужны мои послушные дети. Ну вот. А детки мне не надо было. Нет, в смысле... Понимаете? Это такая вот детка, которая помогает общаться с детьми и... Ву-у-у, ему это надо. Вот именно... Это им надо. Бумага на ваше отношение с детьми. Вы знаете, у нас есть хорошая техника, с помощью которой вы можете сделать так, чтобы ваши дети были послушными. О! Да, они нормальные дети, хорошие. Ну что ж так же? И послушные. Ты хочешь говорить? Чтобы не стоя быть и прокатили. И пока спите, кто-нибудь, чтобы девать. Так, может быть непонятно все. Подожди. То есть... А, это что неправильно? Я справлюсь. Подожди. Подожди. Они должны понимать, где вы. Да. Первое, второе, третье. Все. Очень маленькие. Они не понимают. Маленькие. Это, наверное, да. Подожди. Я говорю. А у вас хорошие дети? И то, что они... Слушаем. У нас очень хорошие дети. Вы не понимаете. Вот. Пусть и не дам. Правильно. Вы старший подвинец, да? Дети нормально учатся. Хорошо учатся. Посещают кружки. Да. Это да. Ну, вот с отцом как-то у них не складывается. По что? Ну, точно так. Как-то нету... Может быть, вы слишком строго. Слишком строго. Да, строго. Я только в рамках... Ну, правил таких. Просто надоело. Кто-то... Ты их воспитываешь, воспитываешь. Просто как солдат какие-то. А кто-то будет в рамках защищать? Ну, конечно. Ну, что там было. Вы знаете, у нас есть вот как раз для вас и для ваших детей замечательная техника. Чтобы вы молодцы и контакт с детьми. Они должны четко слушаться. Они должны четко вас слушаться. Вы старший подвинец. Да. Да, да. Ага. Ага. Вы расскажите, какие пользоваться. Детки вас будут четко слушаться. При этом они будут довольны. Да, они боятся его уже. Как он только крикнет, они уже писаются просто. Я не понимаю. Вот. Да, да. Вам будет четко слушаться и понимать. Ага. Да. Уже сразу пары. Сразу пары. Вам тоже сразу пары. Это хорошо. Я хотел просто, чтобы дома было дружественно, непринужденно. Да. Ну да. Вот так. У нас есть. А так и действует. У нас семья. Ах, семья. Да. Дети. Не хватает названия. Эта техника для вас. И для ваших детей. Вот, вот. Для детей, да. Да, да. Товарищ старший подвинец. Расскажите, пожалуйста, что вам надо рассчитывать? Ну, вот смотрите, мы вам продаем эту технику, то есть вы там приходите и мы вам даем четкую инструкцию, как вести себя с детьми, как вести себя с детьми. И при этом дети будут послушными. И все у вас маленькие. Какие достаточно простые? Очень простые. Для понимания, да? Все просто четко, лично построено. Да. Два момента. А подсоскому? Он будет больше людей проедать вообще детям? Больше раз будет за них, что ли? Ну, как-то по-простому поговорить с ним. Не как-то. Здравия желаю. У вас будет полное взаимопонимание. Да, у меня с мальчиками с нами все хорошо. Да, я спаллю, что ли. У вас полное взаимопонимание. Я правильно? Да. У вас будет полное взаимопонимание. Ваши детей тоже будет полное взаимопонимание. Они будут строгие, строгие, строгие. А что вы сказали про строгие? А, или строгие? Строгие. Строгие. Дети строгие. Дети строгие. Дети строгие. Вот. Я совсем об этом хотел сказать. Потому что исполнительные. У нас есть специальные детки, в которой у вас дети будут таким, как вы. То есть исполнительные. Ну, не дай бог. Я же не слышу, конечно, дети вырастили. Вырастили. Вырастили как-то вообще. Чтобы они и радовались. Ну, это техника универсальная. Они могут быть так и вы. Да, да. Нужно, чтобы дети радовались. Это... Дети будут рады. Они немного о чем-то веще всего. Я не знаю. У нас такая детка универсальная. Она потом подойдет к семье. Универсального ничего не бывает. Ну да, они тоже сказали на танке. Легкое стрелковое оружие в танковой атаке неприменимо. Понимаете? Не бывает универсального. На танке разведывание ездит. Тоже ничего не универсального. Не бывает. Все равно. Все равно. Ну, как я сказал. Наша претенка. Она столь универсальная. Но, возможно, если это... Товарищ господинец. Что мы говорили на работе? Основная направленность. Да, да, да. На то, чтобы у вас, во-первых, она быстро очень четко будет. Нечательно непонятно для вас будет. Как? Да. И самое главное, что дети вас будут понимать. Они даже не поймут и не... Я не знаю, что это сказать. Они, не осознавая, будут понимать вас. Все четко осознавать, что я сказал. Сказала жена. Слушаться. Уйматься, когда нужно. Да. Слушаться. Да. Слушаться надо будет. Я послушаю. Это достаточно мягкое. Правильно. У вас очень послушные материалы. Вы будете еще более послушать. Еще более послушать. И в то же время они будут хорошо себя чувствовать. Они не будут вести себя только на палку, по крайней мере. Они будут вести себя, они будут вести себя, они будут вести себя. И гордиться. Они будут гордиться своим Отцом. Какой Он прекрасный. Это пример для подражания. Если есть два ваших пробоцепов, не знаю. Сделая то, что мы вам расскажем, по порядку. Несколько пунктов. В строгом порядке, пока нужное время. Вот именно точно так. Получите почти быстрый, моментальный результат, который будет длиться долго и качественно. Хорошо. Запопробуем. Надо узнать еще и степень надежности и... И тактико-технические характеристики. Вы мне сказали, что он точно не замокли. Нет. Мы вам расскажем чуть-чуть подробно. Все то же самое. Вы мне расскажите еще. Я думаю, что мы же семья. Да. Я нахвалу из него ручка. Но... Почувствую. Не похоже. Хорошо. Мы расскажем вам вместе. Давайте. Да. Вместе это лучше. Уже единая с идеальта. Одно большое целое. Да, точно. По гарнизону моталось. Вот так. По дойде. По русскому. По бездорожью. По бездорожью. Да. Понимаю. У вас в этом... Служили? Я много общался с военными. Слышал их беды. Я вас прекрасно понимал. Если повезет... А как тяжело. А жалым военным это просто... Ну да. Ну да. Ну да. Ты считаешь... Это да. Мать. Ты... Конечно. Я б тебе медаль уже дал. БЗ. БЗ. БЗ шку дам тебе. Твоевые заслуги. БРН. Ага. Ну так что. Поэтому вам нужно помочь. И детям. И детям. И детям. Скажите. У нас будет такая теплая ситуация. Воложая. Чтобы дети могли... Со стороны детей, да? Да. Угу. Вот по моему имену... То, что вы говорите... В 20-29 лет. Да? Она слышит? И в то же время... А те... Что вы что поделали? Я не дала вот эти поездки. Я бы дать хотела... Я с работы побежала там быстро там... Он так положил. Почему ваш ученик не смотрит в глаза все время, когда объясняет? Это только жениками. Мне это не нравится. Вы что-то скрывали? Это пекники? Ну что... Ну все нормально. Настенько я просто... Я сам достану женикому. Жену. Я не знаю. Я расскажу. Это же женщины для отходов. Управда. Так что? Так что, берем, да? Ну что? Ну, решили сама? Ну, как обычно. Мы военные, знаете. А решение я сижу. Она придется принимать. Но, как прикажешь, прибежи, другим, нет, другим. Я все за тебя, я за семьи все. Да, довольного мужа. Да, довольного мужа. И чтобы дети тоже были довольны. Детки будут очень, да, успокоены. Да, да, да. Ручку даже позолотить. Забудьте о конкурсах. Да? Да. Вот это важно, на самом деле. Я бы даже не представляю, как это сейчас. Почему они встали? Почему они встали? Глоб? Недлежал.